С самого утра верующие несли цветы, зажигали свечи, наводили порядок у погребений, вспоминали умерших родных и близких. И самое главное в этот день – молиться за упокой души. Эти традиции в нашей стране бережно хранят, передавая из поколения в поколение. Этот день особый. Мы приходим сюда, чтобы поклониться еще раз, чтобы пожелать им Царства Небесного, чтобы они за нас переживали, и мы всегда помнили о них, и всегда эта память была до конца нашей жизни. Я просто рада, что люди уберут кладбище, придут, встретятся. Только этот прекрасный, прекрасный обычай. Что самое главное сегодня? Помолиться. Всегда прихожу, еще до этого у меня очень много могил, у нас уже все родственники поумирали. Ну а сегодня просто совсем уже обычай такой. Радоница выпадает всегда на разные числа, но только на вторник, поскольку празднуется на девятый день после Великой Пасхи. По христианским канонам на Радонице совершается заупокойное богослужение. Сегодня служба состоялась на городском кладбище Плоска с участием архиепископа Брескова и Кобринского Иоанна. Долг – почтить их память и как можно лучше. Пожалуйста, помните об этом. Прошу вас, потому что они не ушли никуда. Они ушли в вечность и остались в церкви. Мы живем на земле и тоже в церкви. Мы молимся о живых, молимся и о усопших. В храме, в церкви, и мы, и они в церкви. Радоница этот день как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти Бреских, а наоборот принять их рождение в другую жизнь, вечную. На проповеди архиепископ Бреский Кобринский Иоанн напомнил брещанам, как правильно поминать своих усопших родственников. Церковь призывает не нести на кладбище искусственные цветы, заменив их на живые, а также отказаться от традиции, оставлять еду, пасхальные яйца и алкоголь на могилах. Лучшее дело на Радоницу – молитва. Душа бессмертно-человеческая, они не могут покаяться в своих грехах, они не могут попросить прощения у Господа, и для этого есть мы, живущие здесь на земле. Прошу вас всех усердно молиться о том, чтобы Господь простил нашим родным, близким, знакомым, людям, которые здесь лежат, простил грехи, благословил бы их души жить с Господом. Сегодня на кладбищах было многолюдно. Для того, чтобы горожане не испытывали каких-либо проблем, заниматься благоустройством территории, работники спецпредприятия начали еще задолго до наступления праздника, как только сошел снег, был организован сбор мусора, расчищены тропинки и дороги общего пользования, инициирована продажа ритуальных принадлежностей. Работа не прекращалась ни на день, скажем так, начиная с первых теплых дней и до сегодняшнего момента, и она будет дальше продолжаться, потому что после праздника останутся какие-то моменты, нюансы, мы это все тоже приведем в порядок.